Например, в картинах нашей художницы, в которой мы сняли следующий сюжет. С Богом, с любовью, с благодарностью к миру. Основное. И начитав молитву, я сажусь за работу. Бросить работу ради творчества и превратить собственную кухню в мастерскую художника. Это только звучит как сценарий фильма, а для Веры Зазули – реальность. Медик по профессии, женщина никогда и представить не могла, что начнет писать картины. Сначала акварелью, затем маслом. Сейчас в основном используют акриловые краски. Они сохнут быстрее. Где-то года полтора или два я писала акварелью. Но писала не как профессионалы пишут, а как обычными красками акварелью. В коллекции художницы несколько сотен работ, написанных в разных стилях. Сюжеты картин ей либо снятся, либо приходят во время медитаций. Замальберт садится только в хорошем настроении. Здесь я для себя написала программу, чтобы мои картины узнал весь мир. И даже чтобы они продавались на сотбиси. Чем больше будет знать картин мир, тем больше добра будет в мире. И все люди будут стремиться к миру, к объединению, к добру, к дружбе. В каждом полотне мастер зашифровывает символы, стараясь передать то, что увидеть может не каждый. Эта картина написана, собрана, тоже ее нет такой иконы. Здесь собраны все святые, которые помогают людям. И все просят, чтобы Иисус помог и простил людей за их грехи. Главное для художницы не признание. Она мечтает о том, чтобы ее творчество не только нравилось, но и приносило людям пользу. Это выставка пятая юбилейная. Здесь представлено 46 картин, написанных Верой Зазули за последние 7 лет. Большая часть работ на библейскую и патриотическую тематику. Здесь, например, изображен президент России Владимир Путин. В компании с главами соседних государств в руках они держат земной шар, что символизирует мирное сосуществование всех народов. Познакомиться с работами художницы можно в Симферополе в библиотеке имени Ивана Франко. Выставка продлится до 14 ноября. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова